Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Ефимов. Я иллюзионист, эстрадный кематизер, ведущий двух сезонов телепроекта «Звезды под гипнозом». Ну а здесь, на своем YouTube-канале, я хочу сделать для вас небольшой подарок. Провести конкурс и подарить одному из вас свой автограф. Но автограф не простой, а автограф вот на этой красной бумажке. О том, как его получить, вы узнаете в конце видео. Ну а мы начинаем. Погнали! Друзья, на первом канале прошел, наконец-то, первый сезон телепроекта «Звезды под гипнозом». Интересно, будет ли второй? Мое мнение об этом проекте вы узнаете чуть позднее, но что самое удивительное, активировалось огромное количество людей, которые сейчас начали обучать гипнозу. Вот лично мне пишет порядка 10 человек в день, это минимум. Обычно это 15, 20, иногда даже 30. И просят «обучи меня мгновенному гипнозу». Или пишут сообщение типа того, что «я купил видеокурс, посмотрел его, но все равно каждый раз, когда я беру человека за руку, дергаю и кричу ему на ухо «Спать!» Он не засыпает. Владимир, расскажи, почему он не засыпает? Но я ему обычно отвечаю, уважаемый, а тот человек, которого дергали за руку, вам в морду еще ни разу не давал? Потому что должна быть именно такая реакция. К сожалению, многие люди думают, что для того, чтобы человека погрузить в состояние гипноза, достаточно подойти, дернуть за руку и он заснет. Но он никуда не заснет. Друзья, первое, что должны понимать, человек в гипнозе никуда не засыпает. Многие обещают научить вас мгновенному гипнозу, называть свои тренинги уличным гипнозом, называть свои тренинги мгновенным гипнозом. Но является ли этот гипноз действительно мгновенным? На мой взгляд, нет. Там используются те же самые индукции, используются те же самые методы постоянного погружения человека в это состояние. Невозможно человека просто криком спать и дерганью за руку погрузить в состояние гипноза. Возможно, есть люди, которые так делают, но они не понимают механики всего процесса, который происходит в голове у человека, которого гипнотизируют. В связи с тем, вы можете нарваться на ряд неприятностей. Тот человек может вам самое плохое, что, ну не самое плохое, но, например, может дать вам в морду. Или, например, у человека может вдруг обостриться приступ эпилепсии. Представляете, подходите к человеку, дергаете за руку, кричите спать. Для него это невероятный стресс. Он падает, у него изо рта идет пена, и он бьется в конвульсиях. Что вы будете тогда делать? В первую очередь, это неэтично, когда вас учат подходить и гипнотизировать людей на улице. У людей могут быть разного рода психические заболевания, психологические заболевания, заболевания психиатрические. И этим шоком, шоковым наведением, вы можете это заболевание у человека обострить, вызвать его. Вы не можете просто, глядя на человека, определить, здоров этот человек, или он вдруг эмоционально как-то болен. Здравствуй, это я. И должны понимать, что эти шоковые методы работают крайне не на всех людях. Да, возможно, есть эти 2-3% людей, может 2-3 человека из 100, кому подойдешь на улицу, дернешь за руку, и с ним что-то произойдет. Возможно, кто-то из них действительно закроет глаза, но только потому, что он вас испугается. Он думает, что вы хотите ему набить морду, ему проще притвориться, упасть на землю, например. Давай, уже дома. Друзья, когда вы задаете вопросы мне в личных сообщениях о том, как гипнотизировать людей, как стать гипнотизером, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Вот как вы думаете, такие профессии, как тот же иллюзионист, эстрадный гипнотизер, стриптизер, можно ли стать стриптизером мгновенно? Например, представляете, вы хотите стать стриптизером, предположим. Можно ли стать стриптизером, дав вам несколько советов? Представляете, вы пишете стриптизеру, тот говорит вам, вы берете шест, начинаете крутиться вокруг него. У вас будет это получаться сразу? Естественно, нет. Вам нужно изучить пластику, вам нужно тренироваться, вкладывать массу сил и энергии для того, чтобы освоить множество-множество техник. Ну и только потом вы сможете стать стриптизером. Это, естественно, шутка. Вы должны понимать, что любая профессия требует времени и требует ее изучения. И за два, за три дня невозможно стать профессионалом в какой-то области. Да, на каких-то тренингах вы можете получить какие-то знания, получить какие-то практические навыки для того, чтобы в дальнейшем их начать развивать. Но на данный момент я знаю десятки людей, которые обучались у разных эстрадных гипнотизеров, но так ничего и не достигли. Они приходили на эти курсы, проходили их, и кроме отметки у себя в статусе эстрадный гипнотизер или просто гипнотизер, ничего больше и не достигли. Но максимум, что показывают, это приклеена рука к голове. Хотя я на самом деле считаю это просто тупо фокусом. Требуются годы для того, чтобы освоить профессию досконально. Я тоже не сразу стал гипнотизером. Я гипноз изучаю уже более восьми лет, ежедневно практикуя навыки как в теоретической базе, так, естественно, и в практической. Так что, друзья, если хотите стать гипнотизером, хотите заложить первые основы и понять того, что такое гипноз, я обязательно оставлю ссылочку в описании, вы послушайте в аудиоформате книгу Бектерева «Гипноз. Мушение. Телепатия». И вы хотя бы поймете основу гипноза, что такое гипноз, чем он является на самом деле. Ссылочка в описании. Если вы приняли решение пойти к кому-то обучаться гипнозу, в первую очередь изучите этого человека досконально. Посмотрите его в соцсети, посмотрите, чем он занимается по жизни. Действительно ли он обучает только гипнозу? Или он еще практикует гипноз в каких-то других сферах? Возможно, вы идете обучаться там эстрадному гипнозу или, например, гипнотерапии. Посмотрите, занимается ли человек этой деятельностью постоянно, помимо самого обучения. Есть огромное количество тренеров, которые обучают эстрадному гипнозу, обучают гипнотерапии, но не имеют абсолютно никакой практики. Они зарабатывают деньги только тем, что ведут тренинги. А представьте, что человек обучает вас, как гипнотизировать людей на сцене, обучает вас, как гипнотизировать людей, например, на корпоративах, но при этом он там не выступает. А выступая, например, на корпоративах или, например, на каких-то сценах, он показывает фокусы. Ну, понятия не имеет, что такое гипноз. А вас пытается этому научить. Или, например, вы пошли обучаться гипнотерапии, А человек знает о гипнотерапии только какие-то теоретические навыки, но не имеет никакой практической основы. Он абсолютно не занимается практикой. Это крайне тупиковый вариант. Этот человек вряд ли вам даст какие-то полезные знания. Второе. Человек должен записывать свои видео, демонстрировать свои навыки не на фоне бабушкиного ковра или на фоне батарей. А если, например, он экстрадный гипотезер, он должен выступать постоянно на сцене, либо на корпоративах, либо на крупных площадках. Такие записи у него должны быть в обширном порядке, а не одна-две. Если он гипнотерапевт, то должен вести свою деятельность практически, должен работать и принимать людей. И в первую очередь у этого человека должны быть отзывы людей, с кем он работал, и у него должна быть результативная практика. Третий аспект, на который вам следует обратить свое внимание, это центр гипноза. На данный момент огромное количество гипнотизеров имеет свой собственный центр гипноза. Вы должны проверить, существует ли этот центр гипноза в действительности или нет. Для этого зайдите в любую поисковую систему, дословно, введите там название этой организации, этого центра гипноза. И перед названием этой организации поставьте три волшебные буквы ООО. ООО. Если на первой странице поисковой системы этого центра не появляется, точнее не появляется ИННН этого центра от налоговой службы, то этого центра попросту не существует. Вас, друзья, наеб... Это человек, который хочет вас обучить гипнозу изначально вас уже наеб... Тем, что у него якобы есть какой-то центр. Хотя у него нету ни... Я. Четвертый аспект, на котором вам следует обратить свое внимание. Многие гипнотизеры, обучая вас гипнозу, обещают, что выдадут вам документ государственного образца. Что все их программы идут от Министерства образования. Хотя на самом деле эти документы выданы обычным общим с ограниченной ответственностью. Это обычная шарашкина контора, которую вы, в принципе, сами можете создать буквально за 2-3 дня. И выписывайте данные документы кому угодно, с самыми разными названиями. И, в принципе, если вы идете к такому человеку обучаться, то документ государственного образца должен выглядеть следующим образом. Пятый аспект, и, наверное, самый главный. Если вы идете обучаться эстрадному гипнозу, вы изначально должны быть артистом. Вы должны уверенно чувствовать себя на сцене. И тот человек, который вас обучает эстрадному гипнозу, тоже должен быть артистом. В противном случае, максимум, кого вы сможете гипнотизировать, это бабушек возле своего подъезда. Представляем, гипотетически вы пришли, обучились гипнозу. И теперь весь мир перед вашими ногами. Вся вселенная будет у моих ног. Вы готовы идти и все гипнотизировать. Вы уходите на улицу, начинаете всех подряд гипнотизировать. Начинают гипнотизировать кассиры, начинаете гипнотизировать, например, продавцов, забирать у них деньги. Но максимум, что вам светит, это минимум, что вам светит, или максимум. Но минимум, скорее всего, вам светит, это от двух лет условно или же до десяти строгача. Шестой аспект, друзья. Если вы идете обучаться гипнозу, и тренер начинает вам рассказывать про какие-то ментальные способности, начинает рассказывать про эзотерику, про чакры, про энергии, то, скорее всего, гипноза там никакого не будет. Один из них, что вы получите, это сертификаты и непонятные знания об эзотерике, которые полны полнейшего бреда. И я рекомендовал бы этому специалисту тупо обратиться к хорошему психотерапевту, а лучше всего к психиатру. Из того, что я вижу явно психиатр, необходимо пройти, сдать анализы. Кстати, доктор Карлов, где вы? Доктор Карлов, алло. Ах, заблокировали? А давно его заблокировали? Реально заблокировали? Ну, доктора Карлова заблокировали. Простите, друзья. До него тоже добрались. Ну, а теперь, друзья, перейдем к самому интересному. Для того, чтобы получить эти 5000 рублей с моим автографом, вам нужно подписаться на канал, нажать колокольчик, нажать, естественно, лайк, скопировать ссылку этого видео и скинуть его к себе на страницу ВКонтакте. Потом вы копируете свой профиль из ВКонтакта, вставляете его в комментарии под это видео. Запомнили? Ну, а кроме этого, еще переходите на мой Инстаграм, подписывайтесь на него, там тоже будет очень много всего интересного. И ровно через 4 недели мы разыграем эти 5000 рублей. Если вы запутались во всех манипуляциях, то переходите к описанию к этому видео, там все подробно будет описано. Ну, а с вами был Владимир Ефимов. Берегите себя и своих близких. И в первую очередь свои нервы. Пока! Должны изучить всю хуйню для того, чтобы стать квалифицированным специалистом. От А до Я. Ургант тоже не сразу так начал четко говорить. Я школа учить очень хорошо, холодильник с гвоздями.